Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Секреты вязания и сегодня мы с вами свяжем вот такой вот красивый, мягкий, воздушный, такой легкий пледик для наших малышей. Как-никак, уже скоро холода, поэтому давайте утепляться. Для такого пледа нам понадобится пряжа Alize Poffee Fine. Изначально вообще я думала связать пледик молочного цвета, вот такой красивый, видите, он подходит и мальчикам, и девочкам. Цвет номер 62, очень красивый, смотрите. Но попозже у меня возникла идейка соединить вот эти две ниточки. Цвет этого моточка, вот написано 6034. Друзья, на сайте Alize Yarn вы можете выбрать цветовую гамму для вашего пледа. Например, вот этот цвет 6040, вот видите, я показываю, и молочный цвет, который я использую в мастер-классе. Дальше, смотрите, вот есть желтенький, например, розовый и молочный. К такому сочетанию, вот цветному, подойдет моточек вот Alize Poffee Fine цвет лимон, номер 113. Кажись, это он, именно этот подойдет. Потому что другого желтого я не вижу. Сейчас еще тут посмотрю два товара, да, другого нет. Вот этот желтый. И к цвету номер 6040, вот он, подойдет однотонный, например, вот этот. Alize Poffee Fine Color кофе с молоком 329 номер. Должно быть тоже красиво, мне кажется. Или песочный, но мне кажется, это другой оттенок. Все-таки вот этот получше. Или и тот, и тот подойдет. Нужно уже, я думаю, смотреть в магазине на месте. Или спрашивать, чтобы продавец именно для вас лично сфотографировал два моточка рядышком. Также, например, если взять цвет вот этот 5945. А здесь розовый цвет, молочный и такой голубой, нежно-голубой. К этому цвету подойдет вот этот моточек розовый, светло-розовый. Видите, 194. Или чуть-чуть насыщенней, вот этот розовый, номер 39. Выбирайте, в общем, нужные цвета пряжи. И в корзине, в строке, вот, где нужно ввести подарочный сертификат или промокод, пишите АКМА. Такой промокод даст небольшую скидку всем моим подписчикам. При заказе пряжи на сайте Алиярн пользуйтесь моим промокодом. Всю информацию оставлю вам внизу под видео. Промокод АКМА, какая скидка, ссылка на сайт, все внизу под видео. Нажимайте кнопочку еще и смотрите. Почему же я выбрала именно такой цвет? Во-первых, он подходит и мальчикам, и девочкам, потому что здесь, смотрите, бежевый цвет есть, красивый, нежный. Серый, такой есть светлее, есть темнее. И молочный, вот, видите, вот молочный, точно-точно такой же, как и здесь, вот, просто один в один. И так как этот оттенок молочного отлично подходит под эту пряжу, поэтому я их решила скомбинировать, видите. На такой плед у меня ушло 5 моточков пряжи. Три мотка Puffy Fine Color и два моточка однотонного вот этого молочного Puffy Fine. Когда я начинала вязать плед, я задумывала его связать размером метр на метр. Но измеряя готовый плед, получается, что он буквально там на 2 сантиметра не дотягивает. 98 на 98 или 99, в общем, там пару сантиметров, в общем, вот эти чуть-чуть не хватает. Это из-за того, что плотность для расчетов я измеряла по лицевой глади, а у меня здесь узоры не лицевая гладь, а видите, вот такие разные узоры, сейчас вам расскажу. Диагональный узор, поэтому чуть-чуть пледик, так сказать, уменьшился на сантиметр-полтора, в общем, в размерчике, поняли, да? И по высоте, и по ширине. На большом образце, который связан лицевой гладью из этой пряжи, я бы считала, что в 50 сантиметрах у нас 38 петелек. Соответственно, я хотела пледик шириной метр, поэтому 38 плюс 38 равно 76 петель. То есть, для нашего пледика нужно набрать 76 петелек по ширине, поняли, да? Вот я записала 2 моточка молочного цвета и 3 цветных. Также вот дополнительная информация, может кто-то захочет сделать плед шире, например, метр двадцать, в 20 сантиметрах по ширине 15 петель, в 10 сантиметрах 7,5 или округляйте 8, берите. По высоте в 10 сантиметрах 6 рядов. И из 5 моточков пряжи вот что у меня осталось, вот такой остаток пряжи. Теперь я вам расскажу, как я вязала узоры. Узоры очень простые, достаточно, вам думаю, будет даже словесного рассказа, так сказать. Вот эта полоса вязалась узором платочная вязка, то есть, вы откладываете петли 76 петелек в ширину, отсчитываете, у меня это маленький сейчас образец, поворачиваете и 77 петлю вводите в 76, вот так. И вяжете лицевые петли в первом ряду, поняли? У нас на канале уже много таких мастер-классов из такой пряжи. Разнообразные мы вязали пледы, и большие, и маленькие, и даже автокресла. Поэтому, я думаю, вы уже все знаете, как вяжутся эти петельки. А в другую сторону будете вязать изнаночные петли. Нитку прокладываете поверх полотна. Вязание постоянно лежит у нас на столе или на коленках, если вы сидите на диване, как я. Вот так вот провязываем все петли во втором ряду изнаночными. И вот так и вяжем. Один ряд лицевыми, второй изнаночными, лицевыми, изнаночными. И таким образом у вас сформируется вот такой красивый рисунок, платочная вязка. Видите, как он смотрится на такой ниточке. Красиво, да? Кромочную петлю в данном случае я провязывала по узору. То есть там, где лицевые, лицевой петлей я ее вязала. А там, где в ряду были изнаночные петли, я вязала кромочную тоже изнаночной. Можете вязать всегда кромочную петлю лицевой, вот как я дальше делала. Можете делать узелковый край, можете край косичкой формировать, как хотите. Вывязали один моток пряжи. Присоединяем второй однотонный молочный. Или, может быть, у вас будет это другой цвет. И смотрите, вяжем таким образом. Первая петля у меня вот и с левой, и с правой стороны, это лицевая петелька. А дальше вяжем так. Две изнаночные, две лицевые. Две изнаночные, две лицевые. И так до конца ряда. Разворачиваемся на этой стороне, например. Первая кромочная лицевой. Дальше над лицевой, вот лицевую вяжем. А над изнаночной лицевую уже, поняли? Дальше над следующей изнаночной изнаночную. А над следующей лицевой, вот она, вяжем изнаночную. То есть делаем смещение на одну петлю. В каждом ряду делаем такое смещение. Смотрите, две лицевые, две лицевые левее, 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 левее. И таким образом у вас сформируется вот такой красивый диагональный рисунок. Последний ряд в этой молочной полоске я вязала лицевыми петельками. Далее, смотрите, я начала вязать тоже лицевой гладью, вот эту полоску цветную. Но там, где были петельки молочного цвета на пряже, вот смотрите, вот пряжа. Где петли именно молочного цвета. Я решила именно петли молочного цвета провязывать изнаночными. Видите? Вяжете бежевые, лицевые бежевые, серые лицевые. И как только вы доходите до молочных петелек, вы начинаете вязать изнаночные. То есть все петли молочного цвета вяжете изнаночными, вот так. А дальше снова пошли бежевые, серые. Эти петли опять мы вяжем лицевыми. Понятно, да? Думаю, тут все просто. И таким образом на полотне подчеркиваем вот такими вот полосочками именно молочные петельки. Прикольно получилось, так интересно. Вывязываем второй моток Puffy Fine Color. И дальше приступаем к вязанию опять молочным цветом. В этот раз у нас тоже диагонали, только уже наклон идет в правую сторону. Вот еще раз покажу, смотрите, здесь наклон идет в левую сторону. И линия вот эта диагональная состоит из двух петелек. А на этой полоске я сделала, смотрите, наклон идет в правую сторону. И эта линия состоит из шести петелек, видите? Опять же я вязала из головы просто. Первая петля лицевая всегда. Дальше я провязала шесть изнаночных, шесть лицевых. Шесть изнаночных, шесть лицевых. И так до конца ряда. В конце с правой стороны, а здесь смотрите, шесть лицевых. Дальше идет две изнаночных, не хватает шести изнаночных полных. Поэтому провязано две и кромочная лицевая. Дальше в следующем ряду делаем смещение вправо. Хотите, делайте влево, как вам нравится. Я сделала вправо, видите? Шесть лицевых петелек на одну ступеньку, чуть-чуть правее вот провязано. Видите? Над изнаночная лицевая, над изнаночная лицевая, над изнаночная лицевая. И здесь аналогично. Над лицевой изнаночная, над лицевой изнаночная. Смещаем, смещаем и смещаем. Узор очень простой, вяжется просто из головы. Вывязываем один моток, присоединяем следующий. Ну и в этой последней полосочке я провязала все по такому же принципу, как в этой центральной. Только в этот раз я выделяла изнаночными бежевые петельки. То есть все петли бежевого цвета, которые встречались мне на пряже, я провязывала изнаночной петлей. Я не сильно люблю из секционной пряжи вывязывать какие-то сложные узоры, например, как плетенка и так далее, какие-то косы или что-то еще. Потому что цвет вот этот, который формируется просто, когда мы вяжем лицевую гладь, вот эти полоски, он переплетается и все так получается хаотично и непонятно в общем, что за цвета. Я люблю больше как-то из секционной пряжи вязать лицевую гладь. В данном пледе хотелось что-то включить, какую-то изюминку, но не плетенку и не какие-то косы, не что-то такое похожее. Поэтому вот решила вот именно вот так вот выкрутиться, так сказать. Придумала вот такую вот идейку. Когда довяжете плед до конца, вот, например, вы связали полностью плед, рабочая нитка у вас с левой стороны или с правой, неважно. Нужно закрыть петли. Закрывать нужно петли, начиная с той стороны, где нету рабочей нитки. Вот в данном случае с правого угла. Вводим предпоследнюю петлю в последнюю и протягиваем. Снова ввели, протянули, ввели, протянули. И вот таким образом закрываем все петли на пледике. Как прятать кончики на пледах из такой пряжи, я показывала в отдельном видео. Приходите по подсказке вот здесь вот и смотрите. Очень хороший, удобный способ. Такая плюшевая пряжа, девочки, продается во всех странах. У меня такое ощущение. Я думаю, у вас не будет проблем, чтобы найти такую пряжу, подобрать по цвету. Вот так вот скомбинировать, как у меня в данном случае. Или какие-то другие рисунки подобрать. Я же говорю, там разнообразные цвета есть, нужно подбирать именно. Такой пледик можно вязать как в коляску, так и дома им можно пользоваться. Его также можно связать очень большого размера, если хотите, конечно же. Если у вас хватит терпения. Предлагаю вам тоже, девочки, скомбинировать такие узоры. Пишите в комментариях, что вы еще хотите вязать из пряжи Puffy Fine Color. Вот у меня здесь и образец есть. Еще есть 2 моточка пряжи Alize Puffy Fine Color. И 3 моточка осталось у меня Alize Puffy Fine. Тоже их можно как-то скомбинировать. Нужно подумать, что-то придумать. И вместе с вами можем что-то новенькое связать. Пишите, что хотите связать. Понравилась ли вам такая вот задумка, комбинация таких вот двух цветов. Подписывайтесь на наш канал и жду вас в следующих видео в мастер-классах. Всем пока, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok